В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о самых распространенных видах мошенничеств. В гостях у нас Елена Кугук, подполковник юстиции, старший следователь по особо важным делам Следственного управления МВД России по Приморскому краю. Здравствуйте! Елена Сергеевна, рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте! Я тоже очень рада вас видеть. Елена Сергеевна, каждый день в новостных лентах, везде, просто буквально на каждом ресурсе, можно обнаружить новость о том, что даже не обязательно бабушка или дедушка, не обязательно какие-то незащищенные слои населения. Это может быть мужчина, предприниматель, кто угодно. Его обманули мошенники. И, как правило, это связано с банковскими картами, эти мошенничества связаны. Их действительно сегодня такое большое количество? Да, на самом деле в настоящее время очень большое количество. То есть примерно где-то за сутки на территории Приморского края регистрация идет от 5 случаев до 25 случаев в сутки. Это как раз те лица, это мы с вами, наша возрастная категория, это предприниматели, это домохозяйки, это мамы, находящиеся там в декрете. Ну и мошенники, видимо, как-то тоже изменили свой подход, потому что раньше, да, это были в основном, как я уже сказала, они защищенные какие-то слои населения, да, уязвимые, а теперь это люди, в общем-то, с достатком, с банковскими картами в первую очередь. Если есть какой-то достаток, соответственно, есть банковская карта. Ну, я думаю, что подход мошенников не изменился. Изменилась категория, но подход нет. Они продолжают играть на наших чувствах, на чувствах граждан, это страх, это боязнь потерять денежные средства, это спасти родственника, то есть просто поменялась сама категория потерпевших. Дело в том, что мы, как я, вы, мы все думаем, что с нами такого случиться не может. Нам мошенник никогда не позвонит, мы никогда в жизни, в жизни, то есть не будем обманутыми. И когда звонит мошенник гражданину, то есть и говорит о том, что ваши денежные средства сейчас пытаются похитить, необходимо там сделать какие-то элементарные действия, да, перевести там ваши денежные средства на резервный счет, перевести там в другой банк, убрать их с этого счета, потому что в настоящий момент их пытаются снять. И первая реакция гражданина, это, естественно, спасти свои денежные средства. Это испуг, да. И дело в том, что мошенники же не отпускают разговор, если они понимают, что человек им поверил, то есть они доводят это до конечного результата, дабы украсть денежные средства. Если же человек, они чувствуют, что он не обманулся, тогда разговор прекращается. Но в настоящий момент, то есть играя на наших самых таких, наверное, первобытных чувствах, это страх, вот, мошенники все-таки обманывают именно граждан. А вам звонили? Да, неоднократно. Мне звонили, я даже как в профессиональных целях размещала объявления. И дело в том, что самые первые, кто именно позвонил по поводу того, чтобы хотят приобрести мой товар, это были мошенники. То есть это предложение, в данном случае, то есть предложение совершить безопасную сделку и оформить доставку товара. То есть это 100% мошенники. Вам тут же скидывается на WhatsApp подложный сайт, ссылка, на которую вы должны перейти. И, естественно, переходя по этой ссылке, вы заполняете реквизиты своей банковской карты и через буквально 5 минут, то есть с вашей банковской карты денежки уходят. То есть, ну, неоднократно звонили. Мне интересно с ними, естественно, общаться, смотреть, какие подходы они пытаются подобрать к людям, то есть как они пытаются с нами общаться. И в данном случае очень разные бывают. Начиная от того, что они говорят, что мои деньги пытаются похитить, запугивая меня, вплоть до того, что представляются, мы будем обращаться там в полицию, мы будем на вас жаловаться, вы мошенница. То есть мы будем обращаться, мы звоним в полицию, чтобы обратиться в полицию. Да, но они же не знают, что я сотрудник, поэтому для своего профессионального, то есть я с ними частенько общаюсь. У меня тоже много таких случаев было. Я еще ни разу не попалась, слава богу, я ни разу не попалась на эту удочку, но я тоже люблю с ними поговорить, порассуждать, побеседовать. Я как-то даже предлагала вывести их в прямой эфир, посмотрим, чтобы они сказали. Но один раз позвонил мне из мест не столь отдаленных, очевидно, человек, тоже понял, что я никак не ведусь на его уловки, на что я была отправлена всеми направлениями, и мне в подробностях рассказали, что со мной надо делать и как, но это было некрасиво, это было неприятно. То есть до этого мне был звонок, тоже я распустила мошенника, и он попался, знаете, такой очень культурный, он пожелал мне всего доброго, сказал извините, положил трубку, а после этого раздался звонок, и, конечно, это было оскорбительно, было неприятно. Ну, они чаще всего так и общаются. Есть та категория, которая вежливо общается, которая понимает, что в них не получается, а есть, которые злятся, и у них же тоже свой план. То есть это же не просто так, они работают. На примере тех, именно, преступлений, по которым у нас люди привлечены, ну, именно уже к уголовной ответственности, есть уже, которые осуждены по данному виду преступлений, то есть они попадаются в очень разные категории. Есть те, которые действительно находятся в местах лишения свободы, а есть те, которые занимаются обычной деятельностью, это может быть ваш сосед. Чаще всего сейчас это преступники, которые очень хорошо с техникой на «ты», с компьютерами, с телефонами, с мессенджерами, то есть, и это могут быть вплоть от 18 до 45 лет. У нас даже есть факт, что у нас есть женщина, которая в настоящий момент привлекается к уголовной ответственности, которая дома сидела и таким образом зарабатывала себе на жизнь. У нее четверо детей. Вот так? Вот так, да. Ранее никогда не судима, не привлекалась. Но, к сожалению, вот у нее такой именно способ заработка был. Слушайте, но если есть вот такие люди, да, то кто-то же за этим глобально, наверное, стоит или нет? Не, вряд ли. Это одиночки. Это одиночки. Глобально, возможно, мы можем предположить, что где-то стоит это как раз за теми людьми, которые у нас находятся в местах лишения свободы. То есть только там, потому что там, с учетом того, что они содержатся, проживают в камерах по 4-5 человек, то есть не в одиночках, и, естественно, между собой общаются, и кто-то из них обязательно возглавляет их систему, да, обмана, так называемые колл-центры. Мы их сейчас так называем. Колл-центры, да. Ну, с учетом того, что когда они звонят, то есть мы понимаем, что... Даже не понимаем, они же антураж создают, когда поступает звонок. Обязательно на заднем фоне какие-то разговоры, какие-то звонки. Я сотрудник там представительства безопасности Сбербанка. Ваш разговор записывается. Да, ваш разговор записывается. То есть они располагают к себе, что действительно это колл-центр Сбербанка. Вот, поэтому мы их уже так заочно называем колл-центрами. То есть я правильно понимаю, что вот эти пресловутые звонки из банков, да, ну, из банков, понятно, что это не звонок из банка, это звонок мошенника, то, о чем мы с вами говорим, но это не всегда люди, которые находятся в местах лишения свободы. Для меня вот это новость, потому что обычно я слышу именно вот о таких мошенниках, которые... В большинстве случаев, да, но в меньшинстве случаев, то есть это люди, которые... Ну, я говорю, опять же, это может быть ваш сосед по лестничной площадке на самом деле. Больше того скажу, вот распространенный вид мошенничества, это когда нам звонит сотрудник банка, да, предлагает перевести там денежные средства на резервный счет или снять денежные средства. Второй, самый распространенный случай, это когда мы размещаем вот как раз объявление в интернете о покупке-продаже, либо мы пытаемся что-то найти, купить и попадаем на мошенников. Вплоть до там продают, могут продавать все, что угодно, начиная там от посуды, заканчивая животными, машинами, автозапчастями. Это все как бы... То есть они пользуются различными моментами. То есть в данном случае, вот именно в данной категории, это больше не из мест лишения. То есть в данной категории это вот то, что ну, как бы можно сделать дома, да, разместить объявление и пытаться там заработать денежные средства. Есть еще один вид сейчас очень распространен мошенничеств. Это касается кредитов. То есть когда мошенник понимает, что у гражданина на карте ничего нет, они предлагают взять кредит. И таким образом, то есть предлагая взять кредит, уговаривают, да, и гражданин онлайн оформляет кредит на себя и переводит денежные средства, опять же, на безопасный счет. И все. И все. И до свидания. Да. И тут дело в том, что если, допустим, вы тут же свои денежные средства можете потерять, ну, бывает такое, что и свои, еще и кредит сверху возьмут на себя. Если максимальная, допустим, сумма своих денежных средств, ну, будем так говорить, там до миллиона рублей, ну, были чуть больше, да, там где до трех миллионов, то есть это вот свои денежные средства граждане теряли, то по кредиту здесь лимит в принципе не ограничен. Наверное, только банкам с учетом там до десяти миллионов. Ну, то есть если... То есть и такие потери тоже бывают крупные получаются. А, то есть до пяти миллионов они берут кредиты онлайн. То есть банки адапливают, то есть, естественно, гражданин же сам все заполняет, предоставляет все свои данные, а потом просто переводит денежные средства. То есть это вот третий, наверное, вид на настоящий момент мошенничества и очень прогрессирует за счет того, что большие суммы денежных средств зарабатываются мошенниками. В данном случае. А что в таком случае потом делать человеку, вот если вот он вот такой кредит оформил, как же он его воплачивать? А, дело в том, что здесь, естественно, не обратиться в полицию с заявлением. Дело в том, что при оформлении онлайн кредита без присутствия гражданина в банке, то есть, естественно, это подать заявление и обратиться в банк, что я стал жертвой мошенников. В данном случае мы признаем банк по делу потерпевшими и чтобы гражданин уже не имел кредитных обязательств в данном случае, то есть мы признаем банк, а гражданин идет уже как свидетель потерпевший такой по делу, да. Но опять же, хотелось бы отметить, что мы опять же не застрахованы, смотрит банк на гражданина, то есть будет ли оплачиваться кредит или не будет оплачиваться кредит, все равно здесь решение банка, с учетом того, что они также проводят проверки, в своей части проводят расследование, то есть каким образом был оформлен кредит, действительно ли был гражданин обманут, то есть мы сотрудничаем с банками в данной части, то есть мы их информацию запрашиваем, запрашиваем они у нас информацию, то есть обменом, что действительно гражданин был обманут, и денежные средства действительно достались мошенниками. Так вот, надо сказать, люди, не берите онлайн кредиты, да? Либо в проверенных местах. Ну, лучше всего, не то, что не брать кредит, понятно, что все мы люди, да, и всем чего-то хочется. Ну, перепроверить. Но кредит вы можете взять, ни в коем случае деньги переводить никуда не надо. Здесь хочется отметить, что не существует резервных счетов, и никакой сотрудник банка вам не позвонит, действительно, сотрудник банка не позвонит, и не предупредит, и не будет вас обманывать в плане того, что там вас счет пытаются взломать, перевести деньги, оформить на вас кредит. Банки с такими, сотрудники банков с такими предложениями не обращаются к гражданам. Максимум, что они могут сделать по телефону, это рассылку рекламы. Ну, что вам там, вы можете прийти в банк, оформить кредит, да, вам одобрено столько-то, а у нас вот новая линия там каких-то бонусов, и все. То есть это максимально, что банк может сделать по телефону. Все остальные действия банка при наличии гражданина в банке. И если вам позвонил мошенник, то есть вы сразу можете определить этого мошенника в плане того, что он пытается вас запугать тем, что вы можете потерять свои денежные средства. Кодовое слово «резервный счет» или ваш счет был взломан, или на вас пытаются открыть кредит, это мошенник. То есть банки с такими предложениями не обращаются к гражданам. Ну и банк, наверное, все-таки владеет какой-то большей информацией о самом человеке. У меня просто у коллеги при мне была ситуация, что ему позвонили вот так из банка, сказали там «Михаил». Такой-то, такой-то, он говорит, обратитесь ко мне, пожалуйста, по имени-отчеству. Ну, назвали Геннадича. Казалось, что он не Геннадич. Не всегда. То есть иногда мошенники имеют полный доступ к информации. А где берут? С учетом того, что мы все пользуемся мессенджерами различными, различными сайтами. Это сайт «Одноклассники», «ВКонтакте», это «Мейлрук». Ну, то есть… Ну, все наши социальные сети. Все наши социальные сети, где мы можем… Инстаграм, где мы можем общаться. Дело в том, что все подвержены, да, данные странички взломом. То есть они могут взломать страничку, выяснить ваши непосредственные там данные. Они могут назвать номер вашей карты. В конце концов, к сожалению, да, в любой структуре работают люди, и кто-то хочет заработать, и базы данных сливаются. Сливаются сотовыми компаниями, сливаются банковскими работниками. Ну, к сожалению, это есть, да, и мы от этого никуда не уйдем. Все-таки такое существует. Такое существует, да. И дело в том, что наши персональные данные, но мы не замечаем, как мы их предлагаем в любую, где только мы паспорт, где он у нас только не просит. Ну, на самом деле. То есть это мы можем прийти, снять квартиру, да, допустим, арендовать квартиру, мы предоставляем копию своего паспорта, и эта информация хранится, да, и у них своя база у определенных компаний, и они тоже ее могут продать, слить, как это сейчас говорится. То есть у них много возможностей, где взять наши персональные данные, к сожалению. И чтобы защищать свои персональные данные, защитить персональные данные, все-таки нужно иногда ловить себя на мысли, а куда и что я предоставляю. Мы как-то говорили, да, с Роскомнадзором мы говорили о защите персональных данных, вот уже становится доброй традицией упоминать, что не стоит. Лишний раз, да, лишний раз не стоит, потому что при регистрации на любом интернет-ресурсе, к сожалению, или, ну, к счастью, не знаю, как это лучше назвать, требуется введение своих, то есть наших персональных данных. Это любой интернет-ресурс, при регистрации на каком-либо сайте. Просто на сайте посмотреть кино, вы вводите свои персональные данные. Насколько они достоверны, недостоверны, это уже вам решать. Но вы их вводите, то есть требуется, и эта вся информация аккумулируется, и в дальнейшем она может быть продана мошенникам. Я еще, знаете, последний раз, какие замечала мошенничества. Допустим, человек заказывает товар на определенную сумму, сумму эту выплачивает. Эта история произошла с моей свекровью вот буквально совсем недавно. Она заказала шикарное платье за хорошие деньги, а в ответ ей пришла ночнушка, сшитая, ну, то есть красная цена этой ночнушки, ну, может быть, рублей 300. Вот как-то так. Вот тоже обманули. И ни ответа, ни привета с предыдущего сайта. Но здесь я могу посоветовать лишь одно, то есть необходимо, если пользуетесь такими ресурсами, то проверено это должно быть. Ну, то есть на 100% проверено вами. Естественно, когда мы там на джиме пытаемся что-то заказать, попробовать заказать что-то недорогое, посмотреть, что придет. А здесь, к сожалению, может быть, как вам сказать, вот когда получаем на почте, не всегда это виноват отправитель даже. То есть потому что то, что идет по почте, к сожалению, оно идет очень долго, там где-то поездом, где-то самолетом, да, в зависимости от того, какая отправка была оплачена непосредственно отправителем. И там на каждом этапе, то есть, возможно, происходит подмена, кража. А, даже так. Даже так. То есть иногда посылки вскрываются. У нас были такие дела, да, которые направлялись в суд, что на каком-то этапе посылка была вскрыта. Это вот айфон заказал, а пришел кирпичик. Да. Вот. То есть оплатил при этом айфон. Но опять же, смотреть, когда вам предлагают на сайтах, где-то, если мы все знаем, что 12-й айфон стоит сейчас там 1100, да, в пределах 100 тысяч, а вам предлагают купить его за 50 на каком-то интернет-ресурсе, здесь нужно сразу задаваться вопросом, а так ли оно на самом деле. То есть да, вы проплачиваете 50 тысяч, а в итоге может действительно прийти кирпичик. То есть надо понимать, что бесплатный сыр, да, бывает только в мышеловке, к сожалению. Вот. И здесь мы можем пойматься на своей, как бы, как не жадности, да, а вот урвать какую-то вещь, но более дешевле, но чтобы она вот дорогая, при этом она дорогая. Ну, здесь нужно в любом случае смотреть и обязательно, то есть перепроверять хотя бы, смотреть отзывы. Очень часто я сейчас, я в своей практике, да, использую, допустим, если захожу на какой-то там интернет-ресурс, и мне там что-то предлагают, где-то что-то купить или перевести куда-то деньги или оказать какую-то услугу. Это касается, в принципе, всего, начиная там от врачей, косметологов, барикмахеров, там, продажи игрушек. Ну, можно же это все перепроверить. Ничего не стоит забить в поисковой строке отзыв о таком-то, о таком-то. И, в принципе, вся информация тут же будет у вас на страничке, она вся всплывет. Потому что чаще всего сейчас граждане, те, которые были обмануты, они как раз собираются в такие, будем так говорить, не то что группы, да, по интересам, а именно в группы, да, и оставляют отзывы о том или ином продавце, о том или ином магазине, о том или ином интернет-ресурсе. Да, часто можно найти, что не покупайте мошенники, будьте осторожны, это мошенник. Да, да, да. То есть спасибо, конечно, таким гражданам, что они нас предупреждают, но это все можно перепроверить. И то, что касается вот именно по продаж, естественно, когда вам скидывают на телефон ссылку, в принципе, вне зависимости, эта ссылка может прийти якобы там от банка, ссылка может прийти от вашего сотового оператора, ссылка может прийти вот от покупателя, продавца, то есть по ссылкам не переходить. То есть это может быть вирусная программа, вне зависимости от того, то есть повезет, что это будет не вирусная программа, что это будет просто вы перейдете по ссылке и вам предложат что-либо, там заполнить свои персональные данные, номер карты и все остальное. Чаще всего это все-таки вирусная программа, а вирусная программа, попадая на ваш гаджет, то есть она тут же сливает всю информацию, то есть это вы можете даже не знать о том, что вы можете перейти по ссылке, а через минуту ваш счет будет нулевой. То есть это работа вирусной программы, то есть также идет рассылка от мошенников и здесь нужно быть очень аккуратными. При посещении сайтов желательно все-таки чтобы если у вас есть на гаджете то есть антивирусную программу лучше установить, но не всегда, да, они у нас новейшего поколения, то есть потому что вирусы все время обновляются, антивирусные программы обновляются, мы их не всегда обновляем, то есть все равно подвержены, но при заходе на какой-либо сайт, когда вводите в поисковой строке, да, нужно смотреть именно там есть при начале набора, там будет либо восклицательный знак в трибуночке красненький, то есть это значит, что сайт не защищен, что это может быть клон, что это может быть сайт с очень большим потоком рекламы, причем вирусной рекламы, а вот если там зелененький замочек, то все хорошо, данный сайт защищен, данный сайт реален, то есть это можно проверить буквально, то есть не выходя из дома, да, сесть за компьютером, посмотреть. Ну еще как я вот, допустим, делаю, да, в своей практике, у меня несколько банковских карт, одна у меня, которая зарплатная, на которой приходят, на которой хранятся деньги, я ее не трогаю, я ей, как правило, мало расплачиваюсь, и у меня есть карта расходная, как я ее называю, я на нее перевожу себе необходимую сумму, и уже с нее веду все там интернет-покупки. Ну, здесь, да, проще всего именно сделать так, но опять же, если у вас все карты завязаны на одном мобильном телефоне, они это, которые зарплатные, никуда не завязаны. Это хорошо, просто у нас есть еще такие случаи, когда подключают мобильный банк. То есть, есть еще такая... Мобильный банк, да. Есть еще такая категория преступлений, когда мы, наверное, из-за незнания, там, или, да, ничего страшного, не отключаем мобильный банк от старого номера телефона. А, да. То есть, тем самым, когда этот номер переходит к другому человеку, гражданину, то есть, опять же, здесь не будет тот, кто как раз сидит в местах лишения свободы, а это просто гражданин, который вот... Ну, просто купил сим-карту, просто купил сим-карту, и ему могут приходить смс-ки по вашему мобильному банку, и он сможет их, то есть, деньги снимать, оплачивать, там, оплачивать какие-то покупки, при этом вы можете даже не знать, потому что мобильный банк может подключен быть на два номера. И смс-ки, если он отправляется с своего номера, да, то есть, которым он владеет, и смс-ки о снятии будут приходить на его номер, а на второй номер, который уже еще, ну, то есть, в настоящий момент действует у вас, уже приходить не будут. То есть, вы даже знать не будете, что у вас снимаются денежные средства за счет другого номера телефона, который вы вовремя не отключили от услуги мобильный банк. Ну, это даже такой лакомый кусок, я бы сказала, когда ты забыла отключить, а другой человек может этим воспользоваться. Он, может быть, и не хотел. Да, в том-то и дело, что чаще всего он не хотел, но когда к нему приходит... Само в руки упало, само в руки упало, и вроде как думают, ну, я же не виноват ни в чем, ну, а что здесь, ну, я же не знаю, кто это и что это, да, и чьи это деньги, а может, это действительно мои деньги. Ну, то есть, как бы, и человек вроде, ну, опять же, верит, верит, ну, подвергается соблазну, и в итоге потом привлекается к уголовной ответственности. То есть, все-таки, если говорить о наказании, да, вот, кстати, какое наказание? Уголовная ответственность? Здесь 100% уголовная ответственность. Дело в том, что у нас внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, была введена новая статья, и здесь лишение свободы, не новая статья, а новая часть, да, в краже, именно то, что касается кражи электронных денежных средств. То есть, это тяжкая категория статьи, и она предусматривает до 10 лет лишения свободы. Вне зависимости от того, какая сумма денег была у вас похищена. То есть, это может быть 100 рублей, а может быть и миллион. Все равно будет до 10 лет лишения свободы. То есть, это санкция, ну, здесь государство, как бы, вот, при потоке таких преступлений, да, были именно введены изменения, санкция статьи уже сточилась. А что касается раскрываемости таких преступлений, сложно найти вот того самого мошенника или нет? Найти несложно, но это занимает очень большое... так и мошенники. Они также оставляют следы в интернете. Мы все знаем, что у гаджетов-то существуют идентификационные номера, да, при регистрации на сайте, при регистрации, при вставлении туда сим-карты. То есть, вся информация выходит, то есть, на мобильного оператора, либо на интернет-ресурс. И мы знаем, в принципе, с какого гаджета именно был выход в интернет, с какого осуществлен звонок. Но здесь, опять же, в чем сложность? В том, что преступники сейчас избрали новую схему подменные номера. То есть, в данном случае может вам позвонить, не знаю, сотрудник прокуратуры, причем номер телефона будет именно прокуратуры. Ух ты! Это уже новенькое что-то. Да, но на самом деле здесь работает следующий момент. Вот вам позвонил, допустим, сотрудник прокуратуры, сотрудник ФСБ Приморского края, сотрудник УВД Приморского края, может там, следователь какой-либо, я могу вам позвонить, вот со своего мобильного телефона. Но здесь перепроверить эту информацию необходимо. Вы тут же делаете перенабор. Ну да. Он будет отключен. Недоступен. Он будет недоступен. То есть, это идет подмена номера. В данном случае, именно, уже намного сложнее выяснять эту информацию. Наши запросы. Мы сейчас работаем над тем, чтобы наше взаимодействие именно с сотовыми пиратами и с банками было быстрее, чтобы наши запросы исполнялись не в трехмесячный, да, срок, а уже там 10 дней. И в данном случае мы работаем в направлении. И есть уже успехи у нас. Я думаю, что в скором времени именно раскрываемость этих уголовных дел у нас увеличится. Знаете, раньше боялись карманников, наверное, что у тебя кошелек вытащат где-то в транспорте. А теперь боятся того, что у тебя деньги снимут с карты. Причем, не карту саму вытащат, а деньги с этой карты снимут. Ну вот здесь, кстати, когда карты теряют, карту дают, карту без разницы где и как осуществляют покупки. Мы помним, что сейчас у нас банки ввели это Wi-Fi оплату и мошенники, допустим, до 1000 рублей, сейчас уже где-то лимит увеличен до 5000 рублей. То есть, и заполучив вашу карту, где не надо вводить пин-код, то есть можно проплачивать в любом магазине. Ну, здесь нужно хранить именно свою карту, чтобы она всегда была в том месте, в котором вы ее оставили и желательно не давать. У меня буквально вчера случай был, таксист, я говорю, давайте я вам на карту переведу. Он мне дает карту. Я говорю, а вы не боитесь, что я могу оказаться преступником? Говорит, а у вас лицо доброжелательное? Думаю, что нет. Я говорю, ну вы понимаете, что не надо, нельзя давать карту. Слишком много информации на этой карте. Я ее могу за 2 секунды сфотографировать за двух сторон и через полчаса осуществить покупки на Алиэкспресс. Ну, за ваш счет. Говорит, а у меня там на карте такая, ну вот она как раз расчетная карта, то есть у меня там денег немного, но вот, как бы, поэтому я не совсем переживаю за то, что вы меня можете похитить. У меня было такое, что я выходила из супермаркета, я рассчиталась картой, выхожу из супермаркета и карту положила в боковой кармашек рюкзачка. И рюкзак вот у меня вот тут вот висит перед рукой. И молодой человек, шел мне навстречу, я даже не заметила, он случайно меня задел. Я подхожу к машине, карты нет. Вот здесь тоже, да, нужно быть аккуратным. И я тут же позвонила в банк, тут же заблокировала карту и буквально вот только я это сделала, мне приходит смс-оповещение о том, что попытка, списание, что-то там попытались купить. Ну вот здесь я говорю еще раз, что карты все-таки нужно держать именно при себе. Есть еще такие способы хищения, это когда вот, ну именно то, что касается Wi-Fi, да, оплаты, когда ходят с терминалом. Да, я тоже, вот это что-то новенькое, да, расскажите. Да, ходят с терминалом, то есть это может быть в автобусе, могут прислониться просто с терминалом, допустим. В сумке, да, к спине, карман. Ну, предположительно, где у нас карта находится, обычно у девушки это в сумке, в кошельке, там у мужчины, это может быть в портмоне, в заднем кармане, допустим, да, там где-то в пиджаке. И так как там не совсем, ну, расстояние не требуется, да, какого-то минимального. Естественно, с одного конца автобуса на другое не возьмет, но ему нужно в любом случае к вам подойти. Чем ближе, тем лучше, чтобы списать там какие-то денежные средства. Ну, опять же, здесь до тысяч рублей, да, как бы они... Ну, если так по всему автобусу найти пройтись, то 1030 можно насобирать за одну поездку. Да, то есть здесь нужно быть внимательными, смотреть, кто рядом с вами, что у людей в руках, то есть, ну, как бы спасение, вот фраза, да, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Мы должны быть осторожны прежде всего по отношению к себе, к своим близким и не допускать, как бы, чтобы в отношении нас совершались преступления. То есть быть всегда осторожны, к сожалению, в настоящее время и стараться защититься. И здесь вот то, что касается как раз всё-таки наши бабушки, дедушки, родители подвержены, да, они у нас ещё верят в доброту, в честность людей, поэтому вот, наверное, как посоветую, как такую прерогативную меру, да, в плане защитить своих близких. Если есть возможность, то у нас сейчас приложение, там и мобильные операторы предоставляют такую услугу, как блокировка номеров телефонов, которые не записаны в телефонную книгу своего номера телефона. То есть вам просто не будут звонить? Да, вам просто не будут звонить. Просто есть такие случаи, когда сутками, вот прямо названивают, 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 то есть доводят людей уже до, как бы, ну, до такого состояния, когда, ну, перенервничают, а мы все знаем, что наших близких нужно беречь, особенно пожилых, бабушек, дедушек, родителей, и лучше всё-таки вот установить. При необходимости, то есть можно туда, в телефонную книгу, то есть забить все номера, которые вы считаете необходимы, да, там номер врача, номер, там, аптеки, номер поликлиники, если вдруг там регистратуры, то есть и уже другой номер не позвонит, то есть программа блокирует эти номера, и уже вы будете спать спокойнее, и ваши родственники, родители тоже будут, ну, то есть не будут подвергаться таким звонкам. То же самое касается детей. Не надо забывать про данную категорию наших граждан, да, потому что, к сожалению, несовершеннолетних тоже пытаются иногда обмануть, и они берут родительские деньги и перечисляют. Нет, это тоже касается покупок, может быть, даже не то, что покупок, да. Мы в свое время, знаете, тратили эти деньги, наверное, в телемагазинах, когда мы брали родительские деньги и заказывали какую-нибудь ерунду, а теперь дети по-другому действуют. Да, к сожалению, то есть и здесь тоже необходимо их ограничить, то есть от, как сказать, от негативного доступа, воздействия. Потому что здесь разные бывают и мошенники по-разному работают, разную информацию предоставляют, вплоть до того, что пытаются где-то запугать, где-то надавить на жалость. Ну, очень по-разному. И, естественно, детская психика у нас более подвержена, да, каким-то изменениям в данном случае. И чувство вины у детей, к сожалению, намного больше, чем, наверное, у нас. Ну да, ребёнок эти деньги потратит, а потом ещё будет переживать очень долго. Очень долго. И что мы знаем, что всегда будут бояться какого-то наказания, рассказать родителям. И здесь лучше оградить, лучше предупредить. Да, Елена Сергеевна, замечательные советы нашим слушателям. Резюме такое, что осторожно со своими персональными данными, обращаем внимание на всё, что происходит вокруг. Банковские карты держим максимально при себе. Не реагируем на какие-то непонятные звонки из банков с предложением взять кредит и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, лишний раз всё перепроверяем. Позвонили вам, перепроверьте. Так? Да. В данном случае проще всего именно перепроверить. Мы все знаем, что на обратной стороне банковской карты есть номер телефона? Куда можно позвонить. Куда можно позвонить? То есть, если вам позвонили в банк и вы сомневаетесь в том, что это может быть мошенник, ну прекратите разговор, перезвоните тут же по номеру телефона, указанному именно на банковской карте. Не на тот номер телефона, с которого вам позвонили, а именно на тот номер телефона, который указан на банковской карте. И я вам 100% заверяю, что там сотрудник банка приведет вас в чувство, и вы поймете, то есть это звонил мошенник или банк. Да, и деньги будут целы, и нервы будут целы. Елена Сергеевна, спасибо за такую беседу. Будем надеяться, что после нее станет как можно меньше обманутых граждан. Вам огромное спасибо, спасибо за беседу. Будем так же надеяться. Приходите к нам еще. Хорошо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о том, как не попасть на удочку мошенника. В гостях у нас была Елена Кугук, подполковник юстиции, старший следователь по особо важным делам следственного управления УМВД России по Приморскому краю. В студии работала Юля Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова